У меня вопрос. А сколько стоит денег? Вот в наше время издать одну книгу. Ну, в среднем. Как? В наше время издать одну книгу такую. Сколько стоит денег? В среднем. В данный момент не знаю. Дело в том, что бумажные комбинаты погубили, а лес годит тысячи составов Китай покупать. И теперь из Китая покупать бумагу. У меня четыре книги стихов. По 800 страниц. Тысячи экземпляров. Я пошел. Сегодня, видимо, заходят на 2 миллионов. Тысяча экземпляров? Тысяча всего. Четыре тома. Четыре тысячи. Ну да, получается четыре тысячи. Четыре тома, но не разное. Терраса? Терраса? Каждое. У меня намечено было 160 страниц. Сколько миллионов? Два? А? Два миллиона. Два с лишней. С половиной, наверное. Можно уточнить? Два миллиона четыре тома. Так? Или нет? Тысяча. Два с половиной миллиона. Четыре тома. Четыре тома. Четыре тома. По тысяче экземпляров. По тысяче экземпляров. И все. А чтобы от такого округления корешка не увеличилось, у них нету. Я не знаю, в Алтайском крае сдавали. Это в Горном Алтайе сдавали. И они узнали. Когда я начал сдавать уже в твердом переплете, а вы еще будете сдавать, это у меня был тринадцатый том. Я говорю, буду. Дело в том, что я ничего не руковожу. Я выпускаю книгу открытым оком. Я думал, один том будет. А получилось 33. А один на 33. Все-таки разница. То есть, когда я начинал, мне просили. Мне казалось, этого материала у меня так... Но у меня оказалось мешочек, заначки. С вопросами, которые мне задавали в университетах, на радио, на телевидении. Я вел регулярно три радиопрограммы. Онлайн две было. Одначасовая программа. И тут коммунисты, там бунтовали, как так, профессора, там губернаторы. Им столько времени нет, как одному Лапкину. Это у меня в книге, для слова уважения, Тусия, Носов. Старый большевик где-то. Ну, значит, я вроде считаю, но уже мой интересный. Неинтересно, они были слушали. Я по эфирному времени стоял, безусловно, на первом месте в Алтайском крае. Да, может быть, и в стране. А что, по проповеди, где я пропадал? Никогда этого не было за тысячу лет. Это невозможно. Проповедь. Десятки школ регулярно я встречаюсь. Учеников по три-четыре класса в один раз загоняют. Через коридорку не хожу, там уже приготовились. Пять университетов. Все до одного техникума. В городе пять отделов милиции. Городской отдел и краевой. Это все мое. За мной приезжают милиции на машине и увозят. Воинские счастья вокруг. Все мои были. Воинские счастья. Я однажды прихожу, да уже поздновато, машины стоят около дома, гляжу, выходят военные. Три полковника, кажется. Танковые войска, там, другие. Мы тут порешали зафрахтовать самолет, чтобы вас быстро доставлять все одно вместо другое. Это популярность у меня, говорит, бешеная была. Нет, невообразимая. Заводы, фабрики, дома культуры. Даже, ну, вон, едет уже все. Роман, сейчас оттуда вас снимешь через это. Он проехал, вот сюда появится. То есть вообразить нельзя, где бы ни было. Идем, кто-то говорит, но в сапожья мастерская. Его же тут порпорядок, как раз я порпорядок. Три радиопрограммы, телевидение. А то все равно. Давайте, Роман, нас сперва накормим. Давайте. Но заранее знаю, что он не сядет. Иди, выходи. Володя, покажи, как его будет. Он будет просить, и как он не займет. Зайди туда, сейчас он появится. Вон он. Посмотри. Законит. Доброе утро. Пойдемте покушаете с нами. Только покушал, я и пришел. Ну, после работы. Заходите. Вы, говорит, перкастали сюда, в этот, в киняк. В киняк. Да всего лишь, Роман, небольшая кучка. Ладно, сейчас мы выходим. Из него ничего не вышло. Встали разбором в лесу. Там, Алёша, давай. Нет. Семьи все пересорились. Из-за детей. И все разбором. Дву строили тоже. Пытались. Он приехал, богатый мужик. У него 48 машин грузовых только было. Вот Глушков Игорь у него там построил. Бросил и ушел. Надо помолиться, Иначе. Я сейчас помолю. Он ждет. Да, поняла. Я прикасаюсь к тому, где вижу провод. Другие неправильно обращаются. Симфония, не канонический гиппель. Здесь этого. У меня то и нету профессионально. Я их дал. Самое трудное было. В лучшем мире. А можно лучше задать? Крупешники. Большие 300. Это не создать. Благословен Господь. И благословен Отцарство. Отца и Сына. И Святого Духа. Мы и Присны во веки веков. Аминь. Во славу Божию. Сейчас я тебя заберу. Слава Божию. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Еще палатки у вас находятся. Тут только одна палатка. Так, бери все палатки. Как я говорил. Делай. Только тебе не придется делать. Надо разуться. Да, разуться всем надо. Ты закрывай. Только хорошо, чтобы не текла вода. Тележку подкатывайте, ребята. А где тележка? Добрый день. Добрый день. Давайте, везите сюда. Вот еще палатка. Да может там, потому что им бросать туда будет. Если здесь будет, им удобнее кидать вот сюда вот. Они будут подносить и сразу скидывать. А тут им туда, через тебя будут лазить. Я думаю, положи-ка на место ее. Они долго будут носить отсюда. Носить? А потом куда девать их? Мне надо, чтобы они быстро мне подавали. А вот они быстро будут подавать. А потом пускай носят, когда хочешь. Я почему, почему я так думаю, Роман, я скажу, что брать отсюда намного удобнее. Около нее. Друг через друга они будут лезть. Под пилу не попадут. Я думаю, здесь одного может. Да, только так. Ты совершенно отделен. А они прямо сюда кидают. Вот отсюда и кинул. Двоем давай. Именно так. Я вчера все это промахал здесь руками. Посмотрел и так. Ну, ты начнешь, не так переделаешь. Туда. Вот здесь. Ну, ваше дело. Поближе, поближе положи. Поближе. Вот так. Все. Сейчас Володя выйдет. Дядю Володю там. Зовите. Видите, как. Тут он подарил венищик. Она его повесила в резьбе. Ее же белое здесь, что ли. Ну, да. Вот он. В следующий раз связал веник. Со своей березки срезал. Нет, каркашку никто не поливает. Еще мог стоить, что по три, по четыре поливает. Так. Никита, у тебя одна твердым толстым концом. Сюда, туда. Это сюда. Поверни ее. Да, может быть, да. Разобрал. Что ты не отличишь толстого от тонкого? У него просто пища сейчас переваривается. И вся кровь из головы. Да, да, да. Пока отдохни маленько. Отдохни. Так, за тележкой. Где тележка? Где? Там. Ну, скажи там кто. Вика, скажи им, чтобы шли за тележкой. Это все на прогрызанный бобрами пруд? А? Это все на прогрызанный бобрами пруд? Да. Ну, это не пруд. Это в другом месте. Проезд сделать. Там прорвы. И как сделать так, чтобы вода перетекала, не размывала, и могли коровы, машины ездить, и вода одновременно текла под ногами. Понятно. Такого не делали здесь и нету. Ну, я так вот теоретически подошел, как строитель. Понятно. По очереди. Один туда вращает, другой сладует под носом. Так. За тележкой скажи, чтобы шли. Роман, ты туда не лезешь. Никита, ты стой, свое дело держи. Русскую печь надо растопить. А? Русскую печь надо растопить. Надо сейчас сначала переделать, и все. Русскую печь пока отложить. Кого отложить-то? У него поспело тесто. Ей надо это растопить сейчас. Здесь надо подавать, он стоять не будет, где-то. Он же пришел. Ну, а там как-то... Отложите часа на два, там видно будет. Тесто-то уйдет. Ну, иди, все тогда. Он будет стоять. Здесь тоже дошить? Здесь вниз дошить тоже? Конечно. Чтобы она могла закрывать все. Донизу. И справа, и слева с запасом. Сантиметров на 20. Ну, а дыру-то оставить. Ласточка залетает в нее, это не закрывает. Ну, примерьте на нее потом. Ну, надо сухой сеток пищи. Да я же здесь полтора часа. Ну, почти. Сейчас, сейчас. Да просто надо все вывести. Куран, по зубу, ну, кажется. Он как-то сутит. Один-два зуба, что-то не так, не так. Ну, готов. Не хватит. Какой тут работа? Хлеб. Так, уходите. Так, что тут у них есть? Хлеб. Вот скажи, зачем она это? Вот это. Я же говорил, вещи можете сами сделать. Галя, я говорил, чтобы Марина там не занималась этим. Идите, делайте. Так, вы это делайте, что Марина делает. Резать, проще хлеб стряпать. Ее туда не надо. Объясните причину. А, не надо объяснять. Я не объясняю. Она много лет печет хлеб, Марина. Я объяснять не буду. Вы сами думайте. Идите, пожалуйста. Будет нарекание, и вы скажете, почему не сказали. Чего уходи, дорогая, я пришла. Сейчас в руки поможешь. Когда детей не будет, тогда можно. Сейчас в руки поможешь. Дело в том, что я смотрю вперед. И когда будет нарекание, вы уже ничего не сможете сделать. Она делает. Как только детей не будет, останется. Она будет тогда все делать. И все, борьба идет за Марину. Одних оставить, а другого прогнать. Марина, вымой руки. Больше стряпать не берись. И на нож в руки не бери. Пока ты здесь. Так, что у вас там? Кто там? А ну-ка, иди открою, я посмотрю. Ну-ка, все тут такое у вас. Никого нет. Вот они, посадочные места. Видите, тут как, между ними разделено. Это в Японии в гостиницах так делают сейчас. В гостиницах. Пришел, отдохнул, ушел. Больше еще не надо. Все чистенько. Коврик. На эту ногами наступайте, чтобы пупырьки касались пола. Ног. Руки маслом. Смазали. Дай тебе масло. Нет. Почему я говорю? А пойдет несколько дней, сами поймете. Хорошо. Просто еще можно на газете. Ну, нашла себя, Фрося, маленький? А это не я. А кто? Это моя сестра. Это Енафа? Да. Написано там, Фрося, да? Ага. Подписано? Да, написано, что я. Это Енафа. Ну, виновата, ошибка. Не урони книгу, смотри. Начина. Значит, или неправильно мне сообщили, или я так неправильно понял. Так, зачем тут стоишь? Вы второе окно разобьете. Тебя так и тянет на это. Не надо подходить. Ну, топи скорее, затопляй. Давай. Давай.